Оперативным штабом Карачао-Черкесии по противодействию распространения коронавирусной инфекции 30 ноября было принято решение о расширении области действия QR-кодов. А именно его нужно представить при входе в здание правительства, районных и городских администраций. Как это постановление исполняют в Адагихабльском районе, где можно получить сертификат о вакцинации и как проходит прививочная кампания, узнавала Альбина Ламкова. Решение о расширении области действия QR-кодов было принято оперативным штабом республики по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесли в указ главы Карачао-Черкесии о введении режима повышенной готовности. Ранене, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции специалистов администрации Адагихабльского района, переводили на дистанционный режим работы. Сейчас ситуация изменилась. Уже почти все сотрудники сделали прививку. Из 52 муниципальных работников 49 уже вакцинированы. Остальные трое в недавнее время перенесли заболевание COVID-19 и имеют медотвод. Вакцинация в районе проходит в плановом режиме. Из бюджетных организаций и муниципальных работников более 89% уже привиты. Добрый день. Здесь у вас пирт. В администрации Адагихабльского района санитарно-эпидемиологические требования строго соблюдаются. Попасть в здание невозможно не только без маски, но и без предъявления QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, справки о перенесенном заболевании или ПЦР-теста, которому не больше трех дней. Также при этом необходимо иметь документ, удостоверяющий личность гражданина. Если у человека нет QR-кода или медицинского отвода, или справки, мы в приеме не отказываем. Мы человека не пропускаем, но соответствующий специалист, к кому он направлялся, мы его вызываем. Мы вызываем при соблюдении всех необходимых масочного режима, социальной дистанции, принимаются документы. Произошли перемены в работе МФЦ Адагихабльского района. Прием ведется по предварительной записи. Эта процедура не касается услуги по получению сертификата о вакцинации. Именно эта услуга у нас происходит без предварительной записи, отдельно работает окно. Это по решению нашего учредителя. Без проблем заявитель заходит, присаживается, обращается с заявлением и получает искомый им сертификат. Очереди не наблюдаются. Те заявители, которые не в курсе, что мы перешли на режим работы по предварительной записи. Также у нас, как вы видите, пять окон, четвертое для распечатки QR-кодов, пятое – это как экстренное для принятия заявителей, которые у нас не записались на предварительную запись. В Адагихабльском районе уверены, что нужно выработать коллективный иммунитет, так как здоровье жителей района – главный аспект. Внимание на это обращают как в муниципалитете, так и работники здравоохранения. Они призывают сделать прививку от коронавируса. Решением главного врача нашего мы ходили прям по организациям, читали лекции, агитировали. Я лично, вот лично я ходила в электросеть, райгаз ходила, школа, учителя сами пожелали. Аминат Крымовна отметила, что в Адагихабльском районе темпы, проводимые вакцинацией от COVID-19 за последний месяц, высокие. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести Корчаева, Черкесия, Адагихабльский район.